Субтитры делал DimaTorzok Театральное воплощение, роман «Авиатор» на сцене А теперь более подробно об этих и других новостях Посоль Республики Куба и исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин провели деловую встречу в Москве Вместе они обсудили новые возможности поддержки образования для зарубежных студентов В фонде «Русский мир» состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гарминдие Пенье с исполнителем-директором фонда Владимиром Кочиным Стороны обсудили темы образовательного взаимодействия двух стран Особое внимание было уделено вопросам обучения кубинских студентов в России Экономические отношения начинают развиваться, модернизация железных дорог в проекте И нужны люди, которые могут быть переводчиками Их тоже мало стало Время прошло, кто-то постарел Поэтому, конечно, для нас это важный проект У нас на Кубе тоже есть партнеры Программа помощи кубинским студентам действует с 2015 года За это время ей воспользовались более 600 человек В 40 вузах России они получают образование на русском языке за счет средств федерального бюджета 60 лет назад первый в мире космонавт Юрий Гагарин подарил всему человечеству Одно из главных достижений цивилизации – открытый космос Стать ближе к далеким звездам и планетам может каждый из нас В Международный день космонавтики, который отмечают 12 апреля Поздравляю с Днем космонавтики, всех космонавтов и тех, кто любит космос Фестиваль «Пора в космос» на ВДНХ объединил всех, кто интересуется отечественной космонавтикой В праздничном мероприятии приняли участие первые советские астронавты Участники подготовки знаменитой миссии Юрия Гагарина А также ученые и современные исследователи Лидеры авиационных и космических корпораций поздравили гостей с национальным достижением У нас есть великий праздник 9 мая И у нас должен быть еще один великий праздник 12 апреля – День космонавтики Особое участие в фестивале досталось юным творческим коллективам Специальные номера подготовили ребята из Московского музыкального кадетского корпуса На праздничном открытии они исполнили композиции «Сверидова», а также знаменитый гимн военно-воздушных сил Советского Союза «Марш авиаторов» Как признались некоторые участники, на фестиваль они пришли не просто так Привела сюда давняя детская мечта Вообще все детство хотела стать космонавтом, но потом выросла и оказалась в оркестре Ну вот сюда приехала, думаю, может опять, может из меня выйдет хороший космонавт Тем временем необычную культурную программу в честь Дня космонавтики подготовили организаторы фонда «Живая классика» 12 апреля старейшая библиотека столицы превратилась в настоящий космодром Здесь участники полуфинала московского этапа конкурса юных честецов запустили в космическое пространство ракету «Пушкин» А для тех, кто мечтал отправиться в настоящее путешествие с первым космонавтом Земли Мы тоже организовали увлекательную акцию Фонд и телерадиокомпания «Русский мир» совместно с телестудией Роскосмоса провели международный онлайн-марафон «Маршрут Гагарина», который приурочен к 60-летию первого полета человека в космос Более 100 человек приняли участие в акции Своими воспоминаниями о легендарном летчике-космонавте поделились участники из Греции, Египта, Болгарии, Германии и других стран На традиционную встречу приходят целыми семьями Здесь и те, кто встречал Гагарина в те дни на улицах Эрфорта, и их дети, внуки Они рассматривают фотографии городского музея, альбомы, книги, делятся личными воспоминаниями об этом уже далеком событии Юрий Гагарин до сих пор объединяет страны и континенты, и даже государства, где он не был Специальное поздравление для российских космонавтов подготовили 65 школьников из Сирии Ребята исполнили песни «Надежда» и «Лучший город Земли», а также отправили в нашу редакцию письма и рисунки с поздравлениями Юные участники очень старались, поскольку многие из них только начинают изучать русский язык Напомним, что сразу же после полета в космос Юрий Гагарин обрел небывалую популярность во всем мире Десятки зарубежных стран приглашали его в гости Спустя две недели после своего триумфального полета первый космонавт планеты отправился по странам и континентам выполнять миссию мира Журналисты назвали эту поездку, которая растянулась на два года, второй орбитой На недавнем онлайн-форуме, посвященном Дню космонавтики, королева Елизавета поделилась воспоминаниями о встрече с Гагарином Очень интересно встретиться с ним Что он был такой? Русский Он не говорил английский Он не говорил английский Он был интересный И я думаю, что, когда он был первым, он был очень интересный Юрий Гагарин посетил около 30 стран, в числе которых Чехословакия, Болгария, Финляндия, Великобритания, Франция, Польша, ГДР, Швеция, Норвегия, Австрия, Венгрия, Египет, Греция и многие другие В его честь в самых разных уголках планеты появились улицы, памятники и другие памятные места, связанные с именем космонавта О том, что память о полете первого человека в космос жива во всем мире, мы убедились вместе с участниками марафона «Маршрут Гагарина» 14 порций пива, 2 содовые и мясо Так выглядит счет за вечер московского озорного гуляки Сергея Есенина в одном из заведений Во сколько обошелся кутой знаменитого мастера слова Можно ли привести это на современный лад? Обо всем расскажем в нашем следующем сюжете Неожиданные подробности жизни Сергея Есенина стали известны благодаря выставке «Живите так, как вас ведет звезда» Этот творческий проект был создан к 125-летию поэта Вниманию посетителей здесь представлены рукописные автографы Есенина, записные книжки, издания с первыми публикациями, а также личные вещи Среди экспонатов оказались и весьма любопытные для современной публики чеки, которые были выписаны Сергею Есенину Так, осенью 1923 года в одном из заведений поэт заказал 14 порций пива, две содовые и одну порцию мяса За такой банкет ему пришлось заплатить 2750 советских рублей 23-й год, он как раз возвращается из зарубежного турне в Москву, по которой он так скучал Как раз в это время он знакомится с Августой Миклашевской Конечно, это был не самый простой период в его жизни Отчасти он был разочарован тем, что увидел во время своего путешествия Нельзя ни в коем случае говорить о том, что этот счет, собственно, Сергея Есенина Что в один вечер он сам заказал такое количество спиртных напитков Вероятно, время в ресторане Есенин проводил не один Некоторые позиции в квитанции дублируются Скорее всего, поэт угощал своих товарищей, а содовую заказывал для дам Дело в том, что вокруг него постоянно роилась целая плеяда молодых и не очень молодых людей Которые считали себя литераторами Они просто по факту столовались за счет Сергея Есенина Он никому не мог отказать Малознакомые ему люди могли подойти, заговорить с ним о литературе Он никогда никому не мог отказать, если речь заходила о поэзии А впоследствии счет за нескольких людей оплачивал, как правило, именно он В 20-х годах прошлого века советская экономика испытывала на себе множество трудностей Недавняя гражданская война и тяжелая ситуация в стране привели к гиперинфляции Деньги постоянно обесценивались, а номенклатура ежегодно изменялась Возможно, именно поэтому Сергей Есенин с легкостью прощался с наличными Можем предположить, что сейчас такой вечер в одном из столичных кафе обошелся бы поэту в 5 тысяч рублей В школе современной пьесы впервые на театральной сцене воплотили роман «Авиатор» Известного российского писателя Евгения Водоласкина На примере побывала моя коллега Евгения Фахурдинова Проза Евгения Водоласкина – литературная сенсация последнего десятилетия Театральные режиссеры пытаются по-своему донести философию его произведений Кто он? Герой романа «Авиатор» постарались разобраться в Московском театре школы современной пьесы Писатель-литературовед Евгений Водоласкин легко передает нюансы любой эпохи, описанной в произведениях Его проза содержит глубочайшие духовные и этические смыслы Он точно знает, когда и на что нужно сделать акцент Как сделать так, чтобы читатель стал непосредственным участником событий А действия, выполняемые героями, были понятны каждому В конце прошлого года в Амхате имени Горького состоялась премьера спектакля «Лавр» По одноименной книге автора На премьерный показ «Авиатора» Евгений Германович также смог приехать Отметив, что уже знаком с инсценировкой молодого и талантливого режиссера Алины Кушим Премьера совпала с открытием литературного клуба «Фрида Проджект Фаундейшн» На площадке театра «Школа современной пьесы» Первая встреча, конечно же, была посвящена роману «Авиатор» Для меня, в первую очередь, это, может быть, роман о покаянии О том, что надо жить ответственно И если уж ты допустил что-то неподобающее То попытаться это, во-первых, изменить А во-вторых, нет, стадиально это, во-первых, покаяться В конечном счете, даже всеобщая история Это лишь часть истории личной Роман «Авиатор» был написан в 2016 году Его герой Иннокентий Платонов Просыпается в конце 20 века, не помня о себе ничего И медленно вспоминает свое прошлое Эти воспоминания образуют калаш В котором перемешаны моменты счастья и страданий Дружбы и предательства, возмездия и падений Платонов мучительно осмысляет свое место и роль в событиях прошлого И именно через воспоминания пытается понять себя настоящего Я сопереживаю героя очень сильно То есть, как может быть, никакому другому герою в литературе Этому герою я страшно сопереживаю Я не понимаю, как так случилось, что жизнь с ним не произошла И, ну, вот я думаю, я это переношу на себя просто И как так случится, если моя жизнь со мной не произойдет Человек, которого я люблю, дождется меня до 99 лет и умрет на больничной койке на моих руках Как это возможно, понимаете? Поэтому меня это очень цепляло и трогало, я про это рассказала Декорация спектакля интегрирована в старинные интерьеры Что позволяет зрителю оказаться в атмосфере воспоминаний героя В эпохе начала 20 века В которой он жил перед тем, как погрузиться в фантастический многолетний сон Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев Специально для телеканала «Русский мир» О самых интересных событиях из жизни русского мира Вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир» До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин